Открытие новой школы ждут все. Ученики, родители, учителя. 1100 человек смогут учиться в заведении в первую смену. А второй можно будет забыть. Четырехэтажное современное здание. Здесь запланировано все, чтобы дети получали знания в комфортных условиях. Спортивные и актовые залы, бассейны, библиотека, медицинский блок, столовая, кухня, учебные классы. Во дворе школы появится стадион. Но стройка опять упирается в финансовый вопрос. 80 миллионов – это та сумма, которой, по словам застройщика Сергея Самохина, не хватает для окончания строительства. У Андрея Иванова иные цифры – 100 миллионов с учетом благоустройства территории. А пока строится новая школа, ребята учатся в старой, 62-го года постройке. Старое здание рассчитано на 500 мест, в ней уже около 900 детей сегодня только обучаются. Без нормальных условий, без стандартов. Нет нормального спортзала, нет актового зала, нет бассейна. В существующей школе. Поэтому ввод этого объекта, он крайне важен и необходим для этой территории. Старую школу планируют сохранить. Сделать там капитальный ремонт, перепланировку, после чего разместить в ней младшие классы. Обе школы будут работать как единый объект. От застройщика Иванов потребовал четкого соблюдения договоренностей и сроков. В противном случае компании примут жесткие меры. Основные проблемы с отсутствием финансирования со стороны подрядной организации, инвестора-застройщика, у которого эти обязательства прописаны в инвестконтракте. По заверению застройщика до конца мая месяца финансовые проблемы будут решены. И здесь появится порядка 200 рабочих, будет закуплено оборудование и школа по нашему графику должна 1 сентября заработать. Сегодня здание готово на 80%. Работы выполнены по второму, третьему и четвертому этажу. Не хватает серьезных вложений в спортивное ядро, столовую и актовый зал. Времени осталось немного. Анна Макарова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова